Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Приближается период массовых посевов, каждый из нас начинает мысленно выбирать один из препаратов для стимуляции семян. Я уже называла, много-много роликов уже снято о стимуляторах, называла эпин, экопин, эффектон, энерген, циркон, различные гуминовые удобрения, народные средства. Но вот сегодня, как и обещала, я хочу более подробно рассказать об эпине, который в последние годы стал самым распространенным средством для предпосевной обработки семян. Что такое эпин? Вот на пачке у нас написано на обратной стороне. Регулятор роста применяется для усиления роста, развития растений, повышения урожайности и качества, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, особенно холодовому стрессу, возбудителям болезней, не опасен для пчел, полезных насекомых и рыб, не фитотоксичен. Применять согласно инструкции, использовать в день приготовления. Вся информация, которая нам необходима для знакомства с препаратом, здесь изложена. Вот на обратной стороне, она хоть мелко-мелко, но можно надеть очки и прочитать. В графе применения написано, что эпин можно применять для замачивания семян перед посевом на 2-4 часа, первое. Потом для опрыскивания клубни и луковиц перед посевом, это второе. Потом для опрыскивания взрослой рассады перед высадкой в грунт или сразу после высадки. Дальше. Для опрыскивания растений в течение всего сезона, для увеличения урожайности и повышения устойчивости к болезням. Последняя графа. Опрыскивание растений после сбора урожая. Это вот кустарниковые, которые уходят в зиму и чтобы их немножко восстановить, поддержать, их тоже опрыскивают эпином. Здесь же указаны все дозировки. Написано, что в ампуле 1 мл содержится 40 капель. В одной капле препарата 0,025 мл. Стоит обратить внимание на что? Что дозировки для приготовления рабочих растворов сильно различаются в зависимости от цели, с какой вы собираетесь его применять. Так если для опрыскивания растений нужно развести одну ампулу на 5 литров воды, то для опрыскивания или замачивания посевного материала более концентрированный будет у нас рабочий раствор. Одну ампулу уже на 2 литра воды разводим. Или 0,5 мл. это половина ампулы на 1 литр воды. Чаще всего эпин используется для предпосевной обработки семян. Почему-то он, как я его считаю, недооценен многими садоводами и огородниками. И опрыскивать в течение сезона мало, кто им обрабатывает. Обычно семена привыкли, что чем? Эпинчиком. Расход концентрата для приготовления рабочей жидкости, вот именно для семян, 0,05 мл на 100 мл воды. Если попросту говоря, это 2 капли на полстакана воды. Капли очень легко отмерить вот таким шприцем. Можно набрать на посевной шприц, закрыть колпачком, пусть он лежит. Потом по одной, по две, по четыре капли, сколько вам надо, будете расходовать с этой ампулы. Вот подводя итог, я хочу вам повторить, что эпин это стимулятор роста, безвредный для растений, безопасный для людей и животных. Средство универсальное, его можно применять не только для предпосевной обработки семян, но и для обработки растений на протяжении всего сезона. Эпин очень прост в применении, экономичен. Единственный недостаток препарата в том, что рабочий раствор необходимо использовать в день приготовления, хранить нельзя. Я на протяжении многих лет пользуюсь эпином, покупаю в начале сезона сразу, чтобы все это шебуршание не занимало места. У меня для эпинчиков отдельная корзиночка, тут цирконный эпин. Вот сейчас пришла предпосевная, вот у меня бочка под эпин. Если я делаю массовый посев, например, развожу сразу капсулу, не надо ничего мерить, открываю, бросаю туда, наливаю воду 2 литра. Все этим раствором проливаю дорожки, все делаю, все что мне нужно. Если мне нужно мало, открою, наберу шприцем. Вот этого количества, он очень экономичный. Одна капсула 15 рублей, я беру 20 штук на сезон, мне хватает на весь сезон. Пожалуйста, предпосевная обработка, потом поливать рассаду, опрыскивать рассаду, поливать после высадки в грунт. Можно опрыскивать в теплице, опрыскивать на улице. Это как стимулятор роста, как вот тут написано еще, анти... Восстановление поврежденных растений, эффективная защита от заморозков, антистрессовый адаптоген. Это очень хорошее, но недооцененное нами средство. Не только семена можно ими обрабатывать, а весь сезон можно помогать нашим растениям. Вот они мои опинки, они будут помогать мне выращивать крепкие, здоровые растения. Безвредные, безопасные. Сама пользуюсь, вам рекомендую. Все, закрываем это вот на все лето. Этого запаса на 300 рублей мне хватит на весь мой огород. До свидания. С вами была Ольга Чернова с очень подробным описанием Эпин Экстра. Как его применять, что он универсальный, можно пользоваться весь сезон. Желаю вам хороших всходов и урожая большого. Субтитры создавал DimaTorzok